Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. Сегодня мы с вами гадаем на замечательную тему Неожиданные деньги до конца года. Придут ли к вам? И из какого источника? У нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, открыли. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. И также я хочу вам напомнить, пока карты расставляю по позициям, что вы можете перейти на канал Школа Таро Альвиен, на основную страницу, на главную страницу и посмотреть список самых популярных видео на канале. Соответственно, выбрать то, что вам больше по душе. Смотрите сегодняшнее новое видео по поводу вашей судьбы. Это очень интересное видео, которое вышло до этого на нашем канале. И смотрите также плейлисты, которые есть. Это любовь, работа финансы, здоровье, расшифровки снов, предсказания будущего, ваша судьба, ваше предназначение и многое-многое другое. Обязательно ознакомьтесь. Итак, давайте посмотрим с вами, какие у нас сегодня на позициях есть символы. Вот это у нас зайчик, кроличек из янтаря. Такой вот красивый. Первая позиция кролик или зайчик. Вторая позиция вот такая красивая уточка. Третья позиция тигренок. Такой интересный тигренок. Символ следующего года, да, у нас. И четвертая позиция ежик. Видите, какой смешной. Это все фигурки из натурального янтаря. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. Извиняюсь, что я играю со светом. Вот. И мы сейчас с вами начинаем. Последние три позиции я отставляю в сторону, чтобы мы с вами делали расклад для первой позиции, для нашего великолепного зайчика. Вот. Неожиданные деньги до конца года. Придут к вам, не придут. Если придут, то откуда и так далее. Смотрим. Итак, первая карта у нас. Карта сила. Вы знаете, сила показывает вот такой момент всегда. Некоторого все-таки труда. Когда ты чего-то достигаешь, добиваешься, стараешься, работаешь. Когда ты бьешься. Бьешься. И пытаешься покорить этого льва. Здесь деньги могут быть неожиданные от мужчины. Но перед этим вот как будто бы вам придется покорить этого человека. Неважно, мужчина вы или женщина. Это вообще не играет здесь роли. Сильный мир осего может неожиданно до конца года дать вам деньги. Но как будто бы сначала вы должны его обработать. Обработать, покорить и сделать много чего полезного, может быть, в сторону этого человека. Или как-то показать себя. Так, я здесь вижу все-таки четверку жезлов, которая тоже говорит о том, что вы можете процветать до конца года и получать именно неожиданные деньги. Деньги довольно крупные. И опять же, идет именно от мужчины. Может быть, касается работы или какого-то человека, который является, может быть, руководителем какого-то работы предприятия. Демид вот даже подсказывает сразу, да, что действительно от мужчины будут с работы, с предприятия деньги. Или как бы руководитель или глава семьи. Ну, может быть, ваш, там, не знаю, муж, например, неожиданно деньги принесет. Так, что мы смотрим дальше, что тут у нас. Видите, звезда. Ваша мечта сбудется. Деньги, кстати, могут быть не просто неожиданные, а еще и крупные. От мужчины-то у мужчины есть или власть, или какие-то полномочия. Вы в его сторону должны вот как-то проявить себя, да, как-то вот действительно показать свою или трудоспособность, или вообще свои способности приручить его, да. И от него будут большие, может быть, неожиданные деньги до конца года. По звезде, мол, ваша какая-то мечта, желание исполнится. То есть это счастливая карта. И десятка жезлов показывает, что разрешит вот эта звезда, да, вот эти большие деньги, они разрешат ваши проблемы. Вот вы как будто были или в долгах, или в больших вот денежных финансовых трудностях. И когда эти деньги придут, вот эти трудности начнут отпадать от вас. Вы начнете в 10 разных мест как будто бы эти деньги вкладывать. Может быть, отдавать какие-то долги, что-то там затыкать, какие-то места, да, куда вы должны вот эти все деньги отдавать. И получается, что вы избавляетесь от этих задолженностей каких-то. Двойка жезлов показывает, что еще есть. Можете смотреть в будущее как-то больше с оптимизмом, с верой в то, что все будет гораздо лучше теперь. Вот. Ну, самое главное, что вот это может быть вот как или муж, или ваш начальник. Вот как от начальника, мне кажется, больше-то деньги, да. Или мужу вашему от начальника большие деньги. Вот как бы исполняется, как вот звезда, да, исполняется как мечта. Это может, знаете, как быть даже что, как такой подарок неожиданный. Или как бы сюрприз от человека. Сюрприз именно от мужчины идет. Из казенного, как дома, да. Такой вот, как, знаете, он хочет обрадовать. Он сначала молчит о том, что он хочет вот так обрадовать, порадовать. А потом раз, и вот выдает вот это, понимаете. Ну, вот такая позиция номер один. Давайте посмотрим позицию номер два. Неожиданные деньги до конца года. Наша уточка. Кто выбрал уточку, пишите. Такая она прям оригинальная. Янтарная уточка. Неожиданные деньги до конца года. Будут ли у вас? Ну, естественно. Естественно. Туз Пентаклей. У вас, вот, вот у вас как раз, как свалятся, как будто бы с неба на вас деньги. Неожиданные до конца года. Прям богатство падает. Вы знаете, богатство. Неожиданный шанс. Прям крупная может быть сумма по этой карте. Или даже выигрыш. Вы знаете, очень хорошая карта. Это карта денежный талисман. Самый настоящий денежный талисман. И Туз Пентаклей, конечно, показывает, что у вас будут деньги до конца года. И очень даже, очень даже будут. Сбудется какая-то денежная мечта. Прям такие. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Расшифруем, что тут, откуда и как. Так, смотрите, вышла у нас Папеса. Ну, это жрица. Я так понимаю, что это как-либо от какой-то женщины, тайной женщины, которая это как бы как скрывает. Или это может быть деньги вследствие того, что вы сохранили чью-то тайну какой-то женщины, прикрыли какую-то женщину. Или это деньги от эзотерической деятельности у многих такой может быть. Может, вы занимаетесь, да. Там Таро, эзотерика, магия. И вот эти вот деньги. Приход большой для вас неожиданный от клиентов. Также, конечно, Папеса показывает, что это может быть от каких-то родственников, которые для вас сейчас как бы скрыты, потому что вы мало общаетесь. Как такой подарок от женщины, от которой вы этого вообще не думали, не ждали, не ожидали, понимаете. И вообще, это деньги может быть тайные. Знаете, вот как вы о них совершенно не догадываетесь. Не знаете, не думаете о них. Видите, Солнце, как вы будете счастливы от этих денег. Вот как бы вы сейчас не пытались догадаться, вот как будто бы счастье вам придет оттуда, откуда вы совершенно не догадаетесь. Карты это так и говорят. Это может быть как связано с женщиной, так и не связано с женщиной. Как с тайной именно какой-то. Как мистика для вас. Волшебство. И получается так, что Солнце показывает невероятность этого события. Вы очень удивитесь и будете очень счастливы. Вы будете прям в ладоши хлопать от этих денег. Деньги как сваливаются на вас, а вы не подозревали даже, что вот такое может быть. Понимаете, вот такое вот. Так, смотрим еще. Видите, шут. Шут. Деньги не должны были вообще, не ждали вы ниоткуда их. Они как бы поступают к вам, как великий подарок небес. А вы должны принять их с радостью, с радостью шута. И это как деньги совершенно шальные. Они, вы их не заработали. Эти не заработанные вами деньги. Дело ведь не всегда нужно, чтобы заработали. А бывает вселенная тебе как бы как долг какой-то отдает из прошлых жизней. Или просто ты энергетически так вот раскрыл свои денежные каналы, что можешь просто принимать. Вы как на волну удачи будто бы до конца года можете попасть. И деньги как бы неожиданно на вас свалятся. Но это настолько вот как бы непонятно будет, что вы будете долго прям в таком ошалевшем состоянии. Представляете, вот карты так показывают, что для вас это будет полнейший шок. Но по шуту вам надо их принять как должное. Вы смотрите, какие карты-то падают. Мир. Эти деньги будут действительно для вас меняющие вашу жизнь и ваше представление о жизни. Может быть за счет этих денег вы куда-то съездите, потому что идет возможно по карте Мир дорога. Или познаете что-то очень интересное, новое, классное. Познакомитесь с новыми людьми. Бывает такое, что вот такие деньги от нового человека, от нового знакомого, от нового любовника, приятеля. Вообще карты все очень хорошие, много старших арканов. Туз Пентакли и четыре старших аркана. Такая загадочная история, если честно. Волшебство. Вам как будто бы на Новый год или как-то вот в связи с какими-то событиями, именно от вселенной дар идет в виде денег. Вот такая позиция номер два. Волшебная абсолютно. Но деньги до конца года неожиданные вы правда получите? Смотрим третью позицию. Будут ли у вас неожиданные деньги до конца года? Наш тигренок. Девятка кубков. Карта изобилия и исполнение желаний, мечты. Эта карта действительно показывающая большие деньги. Но иногда это заслуженные деньги. То есть вы можете тихо ожидать такие деньги. Вы знаете, девятка кубков это иногда карта, показывающая, что ты живешь богатый, у тебя все есть. Роскошная обстановка. Или ты бываешь в хороших таких каких-то элитных местах. Живешь как сыр в масле катаешься. Или ты знаешь, что тебе дадут большую зарплату скоро. Вот так прям. Или у тебя будет большой доход, большая выручка. Ну ты как бы чувствуешь это? Это не настолько неожиданность. Но деньги вам действительно идут до конца года. Большие деньги. Хорошие суммы. Но может быть вы их ожидаете. Вы как бы чувствовали, что они будут. Видите? Видите? Тройка кубков. Большой праздник. Большой праздник изобилие счастья, радость. И возможно какие-то подарки, знаки внимания. Карты здесь четко показывают, что вы чувствуете эти деньги. И вы гадаете просто, чтобы может быть подтвердить. Что да, эти деньги действительно придут до конца года. Они у вас будут. Вот это состояние изобилия, дорогих подарков, знаков внимания или хорошего дохода, клиентов, зарплаты. То есть идет именно праздник. Праздник и вот вы триумф такой испытываете. Радость от вашего изобилия, от вашей победы денежной. Видите? Какие большие деньги. Десятка пентаклей. Но эти деньги, это положенные для вас деньги. Эти деньги вам предназначены. Вы их заработали или заслужили. Или они предназначены вам по роду. Но то, что они ваши уже, это факт. Они вам придут. У вас будет хорошее богатство, деньги, процветание. И именно они вам придут по закону, как сказать. Или они вам просто принадлежат. Вы их заслужили. Вот прям так. Богатство ждет вас. Богатство. Видите, выпадает какая карта. Вы очень переживаете. Тройка мечей. Вы прям иногда думаете, а вдруг они не придут. И страшно становится. Да? Страшно. Но это не так. И вы обиделись бы, если бы они не пришли. То есть вы испытали из-за этих денег страдания. Вы, может быть, их даже выстрадали. Вы их заслужили, потому что вы много страдали. По тройке мечей. Может быть, даже вас кто-то обижал. Да? И смотрите, у нас дальше идет какая интересная карта Паш Жезлов. Она показывает, что вы очень интересуетесь этим моментом. То есть вот этими деньгами. И вообще в жизни вы начинали, возможно, что-то такое новое, как новый проект, что-то интересное. Или с кем-то новым недавно знакомились. Или еще что-то. Вы как бы чувствуете, да, вот это что, откуда эти деньги. Может быть, это связано, да, с какой-то новой деятельностью. Или с какими-то новыми разработками, проектами. Но вы действительно испытали многое по тройке мечей. То есть вы сталкивались с реалиями этой жизни, с циничностью людей, может быть, перед этим. И знаете теперь, что мир или Вселенная как должны вам отдать вот эту энергию. Ну, деньги – это же энергия, да, вот эту энергию получается. Но вы ждете, вы ждете, вы знаете о них. Скорее всего, вы знаете. Или подозреваете хотя бы. То есть это не совсем неожиданные деньги, да. Но они у вас будут. Ну, такая позиция. Такая позиция номер три. Четвертая позиция. Четвертая. Деньги, неожиданные деньги до конца года. Наш замечательный ежик из янтаря. Такой вот красивенький, прям шикарненький, я бы сказала, ежик. Он такой самый крупненький, да, из всех вот заметили. Так, смотрим, будут ли у вас неожиданные деньги до конца года. Шестерка Пентакли. Вам помощь идет. Помощь от кого-то, у кого денег больше. Поддержка. Поддержка. Именно кто-то дает. Вы знаете, тут вот идет такая ситуация странная немножко. Иногда как бы богатый дарит деньги бедному. Иногда, ну, даже не обязательно бедному, да, а просто человеку, у которого меньше денег. Помогает, дарит. Или как с барского плеча говорят, да. Это же шестерка Пентакли. И она всегда показывает, что один гораздо по финансовому состоянию выше. Выше. И вот он дает вам деньги. Кто-то как богатый, что ли. Так получается. Да, это может для вас быть неожиданностью. Что вам резко кто-то вот взял и помог. Прям помог. Именно помощь идет. Смотрите. Тут у нас выпал король мечей. Это мужчина. Мужчина. Такой воинственный мужчина. Прям. Он справедливый. Это правда. Но он руководитель самый хороший именно в военных действиях. Когда Амир в стране или на предприятии, ему может даже и делать нечего. А когда нужно военные действия разворачивать, он сразу герой. Кстати, бывает, что такой мужчина военный на самом деле. Король мечей. Врач, военный, юрист, адвокат, судья, прокурор, полицейский. Там, не знаю. Ну, вот какие-то такие службы всякие. Иногда бизнесмен. Но очень такой, ну, любящий конкуренцию, конечно. Чтобы подавить конкурентов. Для него это важно. Ну, чаще всего это, конечно, да. Это мужчина. Мужчина дает деньги. Но как помогает. Неожиданно помогает вам. Так, башня. Видите? Башня. Этот человек или с вами до этого разрушал отношения. Или, может быть, этот человек с вами в разводе. Вот. Либо так получилось, что у вас в жизни разруха. А он это видит. И говорит, ну, давай тебе твою башню-то поправлю, да. Давай я тебе помогу сейчас. Вот как бы вам помочь надо. Даже раз у вас башня. Так, двойка кубков. Ну, как любовь. Любовь предлагает. Видите? Он же не просто так тут помогает деньгами, да. Ему как любовь он предложить хочет. Интересно. Любовь или союз для мужчины. Ну, вдруг вы мужчина. Тогда он предлагает вам союз, да. Какой-то. Как объединение, сотрудничество. Говорит. Ну, я тебе дам денег. Ну, ты тогда, может, со мной поработаешь тут. Или поможешь чем, да. Видите? Семерка мечей. Вам будет сложновато. Из-за этого сложновато. Вы будете чувствовать, как, может быть, подвох, да. Не честность со своей стороны к человеку, к этому. Потому что вам, может быть, захочется, наоборот, с ним сотрудничать. Но на своих условиях, например, да. Или если вы женщина, он предлагает любовь. А вам хочется и колется. Вот. Но денег хочется, потому что у вас трудности. У вас башня. И вот тут вот прям такое двоякое чувство. И вам вот как-то вот и взять вроде эти деньги. И не знаешь, как лучше поступить. Ну, вы уже, конечно, там по наисию идите. По чувствам своим. Но все-таки и деньги вам нужны. И, может быть, это хороший способ их сейчас добыть. А потом уже думать дальше, что же делать с этой всей ситуацией. Лучше там свои дырки заткнуть. Да, вот эти вот по финансам. А потом уже думать, что же делать уже с королем мечей. Ну, может быть, вот так. Ну, такая позиция номер четыре. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Школа Тару Альвеген. Жду ваших комментариев. Жду ваших отзывов. Всем пока и до новых встреч. Продолжение следует.